Во имя Бога, милостивого, милосердного, мы находимся в неделе священной обороны, которая напоминает нас очень много воспоминаний. Исламской республики Иран вспоминают о смелости, смелости, самоотверженности, мученческой смерти, самоотверженности, а также и развитии нравственных устоев и человечности. Это всё напоминает об этом. Это во время войны, которая была навязана нашему дорогому народу. Во всяком случае, наша революция произошла в 1979 году. Мы совершили эту революцию. Она произошла по требованию народа и активное участие народа в делах Исламской революции. К сожалению, враги Исламского Ирана после революции, они плели самого разного рода козни и интриги против иранского народа с тем, чтобы и народ сожалел о том, чтобы совершил революцию, или то, что народ не мог достичь своих идеалов после революции. И они запланировали разного рода интриги и козни. И это заключается в том, что один человек по имени Сатам Хусейн, который являлся преступной Личностью и кровожадной, и сегодня уже его Личность и его суть уже абсолютно открыты и ясны для всего мирового сообщества. Они его пошили с тем, чтобы он совершил агрессию против нашей страны. Очень многие страны помогали ему военной техникой для того, чтобы он нападал на Исламскую республику Ирана. И, ну, во всяком случае, мы совершили революцию в Иране, и, в принципе, наши структуры, они не очень полностью сложились, и наши ответственные лица после революции как раз обустраивали страну. Было очень много проблем. И в результаты революции, и забастовки, и те конфликты, которые были между народом и шахом, поэтому строй Исламской республики Иран устойчиво еще не сложился. Поэтому это было как новое молодое древо. И сажин, на самом деле. И поэтому те люди, которые принимали, те люди, которые хотят судить о нашей войне с Аттамом и о той ситуации, конечно, они должны обратиться к условиям после Исламской революции. В очень чувствительных условиях мы находились. Во всяком случае, это было условие начала войны, и тогда, когда народ жил своей обычной жизнью, и не было даже картин и представления о военной атаке, и только что народ вкусил сладкий вкус победы революции, и в этих же условиях нас застали врасплох, и мы видели атаку Саддама Хусейна, его самолеты, артиллерию, также сухопутную авиацию, они были использованы против Ирана. И даже аэропорт Тегеран, Мехрабад, тоже они подвергли бомбардировке. Но важный момент здесь заключается в том, что каков был подход имама Хамени в качестве великой божественной личности в этом событии, это был очень красивый подход. И наши ответственные лица в то время говорят, что мы после того, как началась война, и Саддам совершил агрессию против нас, мы не верили в это. И в этих же условиях они обратились к имама Хамени, и мы переживали, и мы к нему обратились. И имам Хамени сказал, что да, сумасшедший бросает камень и уходит. То есть имам Хамени воспринял очень великодушно и великодушно принял эту новость. То есть это без прецедента, это как раз могут божественные лидеры только так поступить. Те, которые не любят земную жизнь и в основном судят по нематериальным критериям. И имам Хамени с самого начала уже тогда увидели конец дела Саддама. Если обратиться к словам и заявлениям имама Хамени во время священной обороны и навязанной войны, обратиться к его словам, можно понять, что он говорит о том, что он понимал, и чем закончится эта война. Это тот последний потный день, в котором его вытащили из земли, из-под земли и потом осудили его. Но, вы знаете, здесь две, конечно же, две стороны монеты. С одной стороны, это кровожадность, убийство ни в чем не повинных людей, атака на больницы, это ракетная атака, это использование химического оружия, а также и использование разного рода методов для того, чтобы поставить на колено народ. Это вот как раз одна сторона, один аспект войны. Это показало, что в мире существует, конечно же, жестокость, и особенно подношение к народу, которые только что совершили революцию, какое суровое наказание навязали этому народу для его революции. Очень большой ущерб. Огромное количество городов, огромное количество городов подвергнуты ударам. И наш Хоррам Шахр, который назывался Кровавым Городом, очень красивый город, уничтожили этот город, даже город Абадан. Даже пришли до поблизости Ахваза, до Хузистана. И также в некоторых центральных районах до нашей границы с Ираком. Там огромное количество атак авиационных было совершено. И было очень... Создали очень много плохих картин об увыствии народа и о преступлениях. Но другая сторона этой монеты нашей войны заключается в том, что она была красивая. И она заключалась в том, что мы, конечно же, вступили на новую арену. И имам Хамени после войны дал послание. И оно заключалось в том, что как раз это было послание сопротивления. И имам Хамени часть этих достижений нашей священной обороны как раз назвал в этом послании. И можно назвать некоторые проявления этого послания. В этой нашей войне, конечно же, были выявлены нравственные перемущества наших людей, наших бойцов. Они с хорошим, искренним человеческим подходом относились к этой войне. То есть мы старались, чтобы народ Ирака не пострадал, потому что мы же не воевали против народа Ирака. И даже сейчас у нас даже один из самых лучших дружественных наших народов это правительство и народ Ирака на данном этапе. И с другой стороны, народ Ирака и по религиозным, и также по конфессиональным аспектам самое близкое отношение имело к нам. Поэтому мы никогда не чувствовали, что мы воюем против какого-то народа, народа Ирака. Мы чувствовали, что мы воюем против мира, высокомерия, против мира гнета, а также и против мира дикости, зверства. И проявлением этого мира был Саддам Хусейн. Поэтому мы никогда не воевали с народами Ирака. Даже те, которые попали в плен к нам, даже те, кого мы могли бы убить, наши бойцы очень человечно относились к ним. Даже хотя бы могли бы их убить, но относились очень человечно. Мы не ввели себя как зверский режим Саддама. Сами наши лучшие друзья это были те, которые вчера попали к нам в плен, но мы их не называли пленниками. Мы всегда их называли гостями. Мы им говорили, что вы наши гости. И очень много пленников, которые были в наших руках, но кроме командиров, тех, которых информированы, остальных мы считали невинными, поскольку их с силой заставили направили на войну, на фронт. Поэтому сразу же после того, как появлялась какая-то возможность, они попадались к нам в плен, поскольку знали, что в Иране и рядом с народом Ирана они, конечно же, могут сохранить свою жизнь. Второй момент заключается в том, что в этой войне появилось некое мышление, и имам Хамени назвал это мышление мобилизационных сил. И в своем последнем послании, которое он выпустил по мобилизационным силам, по поводу недели мобилизационных сил, он говорит о том, что если мышление мобилизационных сил будет распространяться по стране, тогда ни одна из держав, что на Востоте, что на Западе, они не смогут победить наш народ. Поэтому такое мышление мобилизационных сил имеет очень много составляющих. Это мышление потом распространено и в нашем управлении, в экономике нашей страны, а также в промышленности. Во всех, во всех аспектах нашей жизни это мышление присутствовало. И как раз вот где присутствовало мышление мобилизационных сил, как раз наши враги отступили, поскольку в этом мышлении мобилизационных сил принцип как раз являлся один элемент. Этот элемент заключался в том, что мы можем. Это то, что имам Хамени в контексте Исламской революции для нас то есть уверенность в себе. Мы начали войну тогда, когда мы нуждались в колючей проволоке, для того, чтобы даже мы импортировали колючую проволоку. Даже мы для патронов Калашникова мы даже нуждались в том, чтобы купить патроны Калашникова. А что сегодня случилось? Сегодня Исламская республика превратилась в крупную державу. Это говорят сами наши враги. Они сами в этом признаются. Или надо оказание давления, угрозы и санкций, или с помощью переговоров надо, конечно же, предотвратить прогресс этой стране. Они сами говорят, мы сегодня в разных сферах достигли такого уровня, что с точки зрения ракеты, артиллерии, авиации, морского флота мы достигли больших успехов. Даже во время Дня военно-морского флота России видели, что два крейсера иранских военно-морских флотов приняли участие в этом параде. И они пришли сюда через океаны. Это, конечно же, одна из наших древних мечт. Во время предыдущего режима. Мы даже далеко от Пресидского залива, Яманского моря не могли бы идти. Не было ничего, не было оборудования соответствующего. Во время Дня военно-морского флота России два наших крейсера приняли участие еще при каких условиях. И все крейсеры, которые приняли участие, там не очень много это было в принципе. Но они в различных странах стояли, моряки вышли к нам на берег отдыхали. Но наши ребята три месяца постоянно только на крейсере пришли в Россию. Там короткое время они вышли на берег, потом сели на крейсер, а потом три месяца обратно пошли домой. Поэтому это то, что мы можем. Это значит сопротивление, это значит мышление мобилизационных сил. То есть себя саможертвовать для выживания человечности, для выживания убеждений, для выживания нравственных устоев. Это то, что в Исламской Республике Иран по благодати Исламской Революции они появились. Мы благодаря священной обороне себя поняли, себя нашли и воспитали кадры для революции. Сейчас очень многие, которые защищали страну и себя принесли в жертву, те, которые защищали страну, они конечно же были воспитаны именно в сердце войны. Хотя война это не очень хорошее явление, да? Мы не восхищаем войну, мы восхищаем войну, но здесь усердие, сопротивление, настойчивость на своих убеждениях, защита своей родины и защита своей идентичности и национальности, это мы считаем конечно же гордостью. и поэтому мы гордимся, что в 8 лет в самых сложных условиях наш народ выстоял. Несмотря на все санкции, которые были, несмотря на то, что нам не давали вооружение, несмотря на то, что огромное количество военной техники предоставляли нашему врагу, и наш народ выстоял, и сегодня очень много достижений со стороны этого сопротивления мы получили. и мы в этот период восьмилетной навязанной войны и священной обороны даже одной пятой своей земли не потеряли. Хотя у нас была сила, чтобы прорываться вперед. И вы знаете, что наш великодушный имам, он не терпел этого. У нас есть воспоминания, что там были конечно же огромные эпосы, и символы в нашей войне были, и один из них недавно был мученческий погиб, который являлся на самом деле проявлением мира, сопротивления и мира исламского. Это генерал-лейтенант Сулеймани. Он, Сулеймани, один из личностей, созданных во время нашей священной обороны. И сегодня назвать его имя конечно же заставляет других задуматься. Может быть мы нет у нас таких как мученик Сулеймани, но продолжателей такого пути очень много. И они тоже сами созданы именно условиями священной обороны. Во время войны они созданы, они себя узнали и поняли кто они такие. Поэтому наша война их создала. Очень много людей, которые были созданы во время войны. Если вы читаете предыстории, они были из очень обычных семей. Даже некоторые из них они может быть были рабочими или студентами или учащимися. Но война их создала по-настоящему. Некоторые из наших крупных командиров военных сейчас может быть трудно в это поверить, но можно сказать, что они командовали дивизиями во время войны. и когда им не было еще 30 лет, они мученически погибли. Может быть, сегодня поверить в это очень будет сложно. И мы не видели это своими глазами. И если не жили в то время вместе с ними, значит, мы уже даже и не верили. Мы же в одно время вместе с ними жили. Поэтому, может быть, очень многим сейчас уже не верится в том, что вот именно эти обычные силы пришли, стали членами облигационных сил, добровольно пошли на фронт и защищали страну. И наши матери, они своих сыновей отправляли на войну со слезами на глазах, и они их провожали на войну, на фронт. А потом, когда похоронная процессия была этих мучеников, это был на самом деле океан, океан, турбулентный океан, этих мучеников, и любая процессия, конечно же, промывала сердца, и очень много привлекало к себе, очень много внимания, внимания наших сердцей. То есть, наш народ не уставал от этих процессий, от проводов этих мучеников. Имам говорил, убивайте нас, наш народ будет более пробужденным. Более пробужденным. Поэтому там была огромная процессия в наших маленьких больших городах, они проходили, и народ больше пробуждался и понимал, в чем основа защиты Родины, и в основном они больше шли на фронт, на войну. Во всяком случае, это очень гордые, гордые, гордые картины во время священной обороны, они произошли, эти картины, они их, они их незабываемые, их невозможно забывать. Они были опубликованы в книгах, были снятии соответствующие фильмы, но тем не менее, война настолько увеличила была у этой войны, настолько были очень много красивых картин во время этой священной обороны. Я даже сам иногда когда думаю, я тоже был на войне, принимал участие, не очень-то много, но тем не менее, невозможно их все совместить в одной емкости. Возможно, там есть воспоминания о преступных деяниях режима Саддама. Даже я помню, на одном этапе больше ста деревень в Иракском Курдистане он нападал химическим оружием, мы были на западе, и они потом пришли к нам в Иран. Какие были на самом деле картины, выдевающие сожаления. Народ оттуда убежал из этих деревень, когда был подвергнут химической атаке. Некоторые дети потеряли своих родителей, женщина потеряла своего мужа, отец потерял своих детей. В общем, вызывал огромное сожаление, вот очень неподобающие, некрасивые картины. Это те преступные деяния, которые Саддам совершили. Я видел все это, и это, конечно же, не подлежит описанию. Или химическое оружие, которое Саддам использовал. И мы это видели своими глазами. Мучеников и друзей, которые химическим оружием, мученически погибли, удушающее оружие. Обычный народ тоже погибал. Если даже посмотреть на народ Халапче, это же народ самого этого Ирака, Саддам, какое бедствие на них направил. И очень много других преступных деяний, которые Саддам сотворил. Но народ Ирана сотворил хорошие деяния. Значит, смелость, отважность. Это то, что народы и сыны родины, они опережали друг друга с тем, чтобы защищать свою родину. Допустим, мы слышали, что командир хотел, чтобы некоторые шли и нейтрализовали минное поле. Может быть, тогда и невозможно было это сделать. Некоторые люди себя бросали на это минное поле с тем, чтобы другие могли бы пройти через их трупы. И наши дети, наши мученики, наша молодежь, конечно же, для создания таких картин соревновались друг с другом, поскольку они хотели защищать свою родину, свою суверенитет, свою идентичность и свой иранский ислам. Поэтому уместно здесь поселать самые лучшие пожелания душам, душам наших мучеников, мучеников нашей исламской революции, нашей войны, нашей священной обороны. У нас самые искренние пожелания. И поэтому это отважность, осталось после войны, даже огромное количество наших сил в борьбе с наркотиками погибли. Поэтому некоторые даже пострадали от войны. Даже у нас есть до сих пор люди, которые страдают от химической атаки сатама. Очень много трудностей они терпели, потом после этого они ушли из жизни, мучениски ушли из жизни. Сейчас некоторые наши позвоночники пострадали, и они долгие годы лежат в постели, не могут двигаться. И даже если сейчас на них посмотреть, у них настрой революционный, они стараются ради своей Родины. он не чувствует унижения, поскольку он чувствует, что он защищал свою религию, свою землю, свою революцию, поэтому у них настрой именно такой. Поэтому мы гордимся своим народом и посылаем самые лучшие искренние пожелания приветствия душам наших мучеников, самые искренние пожелания приветствия нашему имаму, имаму Хаммине, лидеру революции, которые создали эту революцию, а также всем самоотверженным людям, всем бойцам, солдатам, которые присутствовали во время нашей войны, нашей священной обороны, а также всем семьям мучеников и самоотверженных людей. Мы знаем, арена сопротивления это та арена, которая будет присутствовать в истории. в истории мучеников, и в истории